Здравствуйте! Ну что ж, вкусного чего-то к столу заказывали? Пожалуйста, сейчас будет вкусно! Многие из вас боятся десертов, я это знаю, в общем-то и сам в какой-то степени боюсь десертов, потому что я не шеф-кондитер, но у меня для вас всегда есть в запасе такие простые вещи, которые сможет приготовить каждый. Тут ничего сложного нету, будет маленький, как бы его правильно назвать, ну назовем его кекс. Он будет на миндальной муке, и в общем-то у меня даже нету пшеничной муки, он безглютеновый будет, вот так. Значит, смотрите, начнем тогда мы с замешивания теста, потом я его буду выпекать, пока буду выпекать, сделаем все остальное. Значит, миндальная мука делается, как правило, из очищенного миндаля после отжима масла. Очень часто мы встречаем такой элемент, как сахарная пудра с комочками. Вот, чтобы этих комочков не было, нужно ее просеять через сито, а те комочки, которые останутся в сите, они при нажатии силиконовой лопатки все рассыпаются и превращаются в порошок. Крахмал можно тоже сюда высыпать, если вдруг где-то комочки образовались, тоже посмотрим. Капля воды бывает попала и все. Вот, видите, комочков несколько осталось, вот так вот их лопаточкой просто нажимаем на них, и они сразу протираются и превращаются в пудру. В муке тоже встречаются комочки, может быть, ее тоже надо было через сито, но я, когда вижу такие ситуации, я всегда беру венчик и сухую смесь венчиком разбиваю, потому что в первую очередь, конечно же, нужно, что я делаю, соединить все сухие ингредиенты. Для того, чтобы миндальная мука с крахмалом все это поднялось, держалась, выпекалась, яичный белок плюс белый сахар обычный, делаем французскую меренгу. Готовить меренгу я буду в кухонной машине Кертинг. При помощи разных насадок в комплекте она может выполнять сразу несколько функций. Замешивать тесто, работать как миксер и с дополнительным аксессуаром работать как мясорубка. Выбираем одну из 18 скоростей, для меренги нам нужна высокая. Помещаем все ингредиенты в стальную чашу, она очень вместительная, 6 литров, и наслаждаемся тем, как кухонная машина Кертинг превращает ингредиенты в единую консистенцию. Так, давайте. Оп! Красота, да? Лифт. Достаточно. Сюда отправляем белок по весу, сахар, ставим все это внутрь, опускаем. И вот здесь сенсорный вот такой мониторчик, нажимаем старт, и просто-напросто пальцем увеличиваем скорость по кругу. Вот здесь максимальная скорость, но пока мне максимальная не нужна, мне нужно, чтобы сейчас объединились белки с сахаром. Как только они объединились, увеличиваем скорость. Вот этот колпак предназначен для того, чтобы у нас не было брызг, но при этом вот в эту дырочку мы можем заливать, что нам нужно, добавлять ингредиенты, если мы там взбиваем тесто или еще что-то. Вот, посмотрите, какая меренга получилась. Оп! Все, пика мягкая, но плотная. Здесь у меня сухая смесь, если вдруг вы забыли. Мы частями вводим сюда белок, силиконовой лопаткой все делаем, аккуратно смешиваем. С самого юного гастрономического детства каждый повар должен знать, что перемешиваем белки всегда по стеночке, чтобы не осела пена. Привычка у всех с детства другая почему-то. Все вот так помешивают, потом в серединку опускают лопатку. Вот так делать нельзя, нужно все это смешивать без давления на тесто. Забыл вам сказать главнейшую вещь. Когда в дежу что-то опускаете, всегда дежа должна быть чистая. Не просто чистая, а сухая. Не капли воды. Капля воды и все, белок не взбивается. Перемешиваем тщательно и аккуратно одновременно. Пузырьки насыщают миндаль. Миндаль довольно тяжелый. Сам по себе, в отличие, например, от пшеничной муки. Поэтому здесь нужно немного потрудиться. Для того, чтобы не было никаких комочков. Теперь дело за малым. Это кондитерский мешок и стакан. Зачем нам стакан? Правильно, для того, чтобы удобно было в кондитерский мешок закладывать тесто. Тесто перекладываем аккуратно в мешок. Так его будет удобнее в форму отправлять. Вот у меня получилось тесто. Все, закручиваем его. Берем противень. Так, отрезаем. Не очень большой. Насадки никакие не нужны. Нам нужно всего лишь с помощью мешка удобнее распределять тесто по форме. Значит, я их буду делать небольшими. Все, чтобы не было воздуха. А то будут дырки потом. Они очень хорошо хранятся. Ну, то есть, они быстро не подсыхают, потому что подсыхать нечему. И, в общем, этот такой, вот этот миндальный бисквит, он довольно плотный. К нему всегда нужно делать какой-то крем, соус. Ну, что я, в общем, сегодня вам покажу. Чтобы тесто не пропадало, я в силиконовый тоже сделаю. Посмотрим, что у нас будет в силиконовых. У плотных видов теста, ну, я не говорю про хлебное, я говорю про какие-то такие. Бывает совсем жидкое, бывает вот погуще. Остаются вот такие пимпочки. У заварного теста, кстати, когда отсаживаешь клеры или профитроли. Палец намочили водой. Оп, прижали. Раз, два, отлично. 180 градусов в духовке. 15-20 минут сильно сушить не надо. Как только у нас легкий-легкий колер появится сверху, то будем доставать. Запекать буду в духовке Кёртинг. Здесь я выбрал кольцевой нагрев без пара. Есть кольцевой нагрев с паром, но мне в случае этой выпечки пар не нужен, поэтому буду делать без пара. 180 градусов ставлю в середину. 20 минут засеку. Все, ждем. Для крема. У меня маскарпоне. Это первое. Обязательно 2-3 щепотки соли, для того, чтобы был баланс вкуса. Обязательно сюда ванильный сахар. Сахар с натуральной ванилью. Он серый. Не нужно бояться этого цвета. Ничего страшного не будет. Потом сахарная пудра. И сметана. Значит, что я сделал со сметаной? У меня 30-ти процентная жирная сметана, она плотная. Но для того, чтобы, например, 20-ти процентная стала плотнее, Ее откидывают на сито, на марлю. Стекает влага лишняя. Здесь немного влаги, она вся впиталась в марлю. Но 20-ти, 25-ти процентная. За ночь, например, уплотняется настолько сильно, что становится, как маскарпоне, плотным кремом. Сюда, опа, отправляем. Берем лопатку для мягкого теста или для крема. Зажимаем. Опускаем лифт. И начинаем все это смешивать. Аккуратно. Можно чуть увеличивать скорость. Нам главное получить однородный крем. Именно из-за сметаны, из-за того, что она кислая, любой крем из плотного сыра становится вкуснее в несколько раз. Я, например, считаю, что большинство кондитерских, которые делают медовик на заварном креме, получается, что коржи из муки, заварной крем из муки. Ваниль, мука, сгущенка, масло, ничего такого. Но когда мы на медовик делаем крем с жирной сметаной, со вкусом, с кисловатым, то как раз сладость меда, приторность меда балансируется кислыми свойствами сметаны, и получается в 100 раз лучше медовика. Все, долго не надо маслать. Нам нужно просто, чтобы все объединилось, и как раз это и произошло. Красиво, да? Поднялся. Все, силиконовая лопаточка обязательно для того, чтобы у нас ничего не оставалось на лопатке для мягкого теста. Крем плотный получился, то, что надо. Перекладываем в кондитерский мешок, для того, чтобы он постоял, все вкусы объединились. Можно добавить в тесто какой-нибудь краситель, и тесто будет другого цвета. Все, аккуратно вычищаем. Смотрим, обрезаем, какую нам надо. Пока что можно положить его сюда, поставить в холодильник, для того, чтобы он там постоял. Стал более плотным, однородным. Но я никуда не буду ставить. Он у меня и так достаточно холодный. Значит, делаем кули. Классический французский кули – это соус на основе ягод или фруктов. Но смысл его в том, что он очень шелковистый, нежный. Это десертный крем. Его, конечно, можно использовать не только в классических десертах, но и в каких-то сборных шефских, когда мы не используем, знаете, мы шефы, не кондитеры. И шеф-повара делают как? Так, делают кучу разных текстур, типа кекс, это, то, желатин, желе, еще что-то. Потом все вместе соединяют. Или их называют десертами на тарелке еще. Ну вот, кули как раз его можно использовать и туда, и сюда. Если желировать, то можно использовать как крем внутри клеров или еще чего-то. Давайте, у меня есть там своя, свое небольшое отклонение. Я один из кондитеров, когда давным-давно мне сказал, что кули вкуснее получается, если его не весь варить, а варить частично. Да, сроки хранения тогда уменьшаются. Но я вас уверяю, что вы за пару дней съедите ведро вот этой вот штуки, потому что это вкусно и вообще совершенно замечательно. Уже пиликает духовой шкаф. Говорит, у вас там все приготовилось, будете забирать. Мы ему говорим, будем, конечно, все, побежали. Поглядите, все равномерно пропеклось. Все, пока остывает, не будем трогать. Переходим к кули. Значит, смотрите, помимо ягод, у меня здесь просто обычная смесь из магазина свежемороженных ягод. Клубника я вижу, красная смородина, малина. Он будет яркий, кисло-сладкий. Ну, помимо всего прочего, у меня еще сахар есть, понятно. Но я хочу добавить сюда специи. Все-таки, знаете, иногда вот в холодное время года хочется не просто ягод, а что-то еще. Как вот мы любим, глинтвейн, да, вот вино, которое варят со специями. У меня здесь есть несколько специй. Это черный кардамон. Обязательно посмотрите в интернете. Он продается у нас в России. Я еще 6 или 8 лет назад привозил его из Индии, потому что я туда ездил. Открыл для себя удивительные свойства. Он огромный. Вот, смотрите, гвоздика и фенхель. Семена фенхеля. Семена фенхеля очень нежный анисовый аромат дают. Вот кто-то использует, например, звездчатый анис, бадьян, да, но он очень сильный по аромату. Фенхель более нежный. Такой, знаете, анисово-мятный эффект дает вот этому всему. А черный кардамон уникальная специя. Она, в общем-то, наверное, кардамоном называется, потому что имеет коробочку там и семенную часть внутри. Она довольно большая. И я его чаще всего использую у себя дома, когда готовлю манную кашу. Две коробочки туда, варим, варим, в рисовую, варим. Вот нужно, чтобы он в молоке проварился хорошенечко. Тогда он дает не вот такой пряный эффект, он дает такой специальный, да, вот такой какой-то легенький эффект. И даже аромат копчения появляется, хотя он не коптится вовсе. Значит, смотрите, вначале все это отправляем на горячую сковороду для того, чтобы специи подраскрылись. Теперь сюда отправляем половину ягоды. Добавляем сюда сахар. Темный сахар мне в этот больше нравится, я поэтому его использую. Вот смотрите, первую часть прогреваем, насыщаем специями. Его нужно проварить буквально 2-3 минуты. У нас нет цели все это, не знаю, что, варенье из этого сварить. Это все-таки соус, а не варенье. Вся масса насытилась ароматом специй. И, да, прекрасно, прекрасно. И можно снимать. Значит, кардамон, я сейчас буду все это пробивать блендером. Его пробивать нельзя. В идеале, когда вы никуда не торопитесь, вы можете вот эту массу оставить так, как есть, для того, чтобы при остывании она еще больше и больше насытилась. Но мне нужен всего лишь, знаете, как бы это сказать, такое легкое платьице, связанное со специями. Не сильный тулуп, да, который прям насытит. А мне нужно, чтобы был легкий флер такой. Чтобы у нас сразу не было кипятка, выливаем из сковороды все в холодную ягоду. Смысл здесь простой. Во-первых, у меня из сковороды очень тяжело налить сюда. Здесь, наверное, будет попроще. Сейчас попробуем. Хотя тоже так вся история. И вот вкусовой смысл главный, знаете, в чем? В том, что когда вы будете пробивать, вот этот свежий аромат, он сделает этот соус вкуснее в несколько раз. Вы скажете, можно было бы и не нагревать вовсе. Но нагревать надо обязательно. Потому что, во-первых, часть должна пройти термообработку. Во-вторых, так принято, если не нагревать, то получится просто перетертая клубника с сахаром. А нам нужно, чтобы сахар весь растопился. Добавляем сюда красный базилик. Раз уж мы используем специи, да, пусть этот анисовый вкус легкий, пряный. Еще у нас через базилик будет заходить. Вы даже не представляете, что за аромат. Рот наполняется слюной, потому что кислота малины, красной смородины, аромат клубники, базилика и пряности. Это, конечно, очень вкусно. Значит, чтобы у нас не было там лишней всякой трухи, сильно долго не бьем. Только-только разбили ягоды и все. Сито-гверито, сито-марголито, да. Вот там в песне Чито-гверито. Мы все русские знаем, что там Чито-грито, Чито-марголито. А там нет, это грузинский язык. Я тоже в свое время там заморочился такой, думаю, что за песня такая, что это такое? Про птичку-невеличку оказывается. Чито-гверито. Оп. Теперь все аккуратненько протираем через сито, для того, чтобы специи, которые у нас до конца не разбились. Вот, видите, я пробил не сильно. Для того, чтобы вот это пюре у нас из шкурок и семечек не попадало в сам соус. Видите, сколько осталось всего лишнего, лишней трухи. Со смородиной также сильно не пробивайте. Вкус у нас уже есть, сахар есть, кислота есть, аромат есть. Зачем нам пюре перебивать? И снимаем остатки сладки с самого сито. Отправляем сюда. Здесь пектина достаточно от того, что у нас там проварилось. Видите, он такой тягучий, глянцевый. Если вдруг вы делаете из какой-то ягоды, у которой мало шкурок, мало пектина, то можно его затянуть немножко крахмалом. У меня я подготовил крахмал, но, видите, я вижу, что он мне не понадобится точно, потому что все готово. Пока цедил, он уже остыл. Вкус божественный, божественный. Вот посмотрите, как они выглядят, когда я их вынул из формы. Значит, ну, малыши, понятно, все, мы их так съедим, не переживайте. Я один сформирую для того, чтобы было все четко, красиво, понятно. Белую тарелочку беру для того, чтобы было видно красный соус. Выливаем его в центр. Выкладываем столько, сколько нам нужно. Стучим тарелкой об доску для равномерного распределения. Теперь смотрим, какой самый красивый. Дальше ничего сверхъестественного здесь нет. В какой-то момент может показаться, что он недостаточно ровный. Ничего страшного в этом вообще нет. Нужно сделать вот такую маленькую выемку ложкой, для того, чтобы сюда налить небольшое количество соуса в качестве украшения. Вот таким образом. Все, ничего лишнего. Не знаю, хотите листья красного базилика сюда поместите. А дальше уже, в общем, все просто. Чаепитие готово. Вкусный десерт готов. Осталось всего лишь воспользоваться рецептом и, наконец-то, приготовить что-то вкусное и сладкое к чаю. Я с вами прощаюсь. Это была программа «Все просто» с Василием Емельяненко. Жду вас на моей кухне за новыми идеями. Приятного аппетита, всего доброго, живите вкусно. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok